Даркнет – слово, которое сразу вызывает ассоциации с чем-то таинственным и незаконным. Но давайте разберемся. Это не только черный рынок и киберпреступления. Даркнет – это в первую очередь сеть, где ценят анонимность и свободу. На самом деле сайты многих известных и крупных компаний, таких как Facebook, Reddit, BBC и других, имеют версии в Даркнете, которые помогают людям с ограниченным доступом к интернету или заботятся о своей приватности. Ссылки на вышеперечисленные ресурсы я прикреплю в описании, чтобы вы могли сами в этом убедиться. В этом видео я пошагово покажу, как создать простой сайт в Даркнете, используя доступные инструменты, такие как Tor, и развернем сервер на Raspberry Pi. Почему на Raspberry Pi, я расскажу чуть позже. Стоит отметить, что создание и настройка сайта в Даркнете – это не то же самое, что запуск обычного сайта в открытом интернете. Чтобы поднять сервер и настроить сайт в обычной сети, нужно пройти через гораздо более сложный процесс, включая настройку хостинга и безопасности. Мы будем использовать Даркнет для образовательных целей, чтобы продемонстрировать, как работает приватность в сети и как настроить защищенные ресурсы для определенных случаев. Важно помнить, что Даркнет сам по себе не синоним незаконных действий, все зависит от того, как и для чего вы его используете. Пока мы не перешли к основной части видео, хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии и подписки. Все эти действия помогают продвигать канал, особенно подписки – так уж устроены алгоритмы YouTube. Также большая благодарность всем тем, кто поддерживает нас на Патреон. Оформляя подписку на Патреон, вы поддерживаете канал финансово и получаете бонусы в виде контента, который не проходит модерацию здесь на YouTube. Видео периодически добавляются, не пропустите. Найти наш Патреон вы можете по ссылке в описании или через QR-код, который вы сейчас видите. Теперь давайте перейдем к созданию Onion сайта. Создание Onion сайта на базе Raspberry Pi – это интересный и полезный проект, который подходит для образовательных и технических целей. И вот почему целесообразно реализовать его именно на Raspberry Pi. Во-первых, низкая стоимость. Raspberry Pi – это доступное устройство, которое позволяет создавать серверы с минимальными затратами. Это делает его идеальным для экспериментов и изучения технологий. Во-вторых, это малое энергопотребление. Raspberry Pi потребляет очень мало энергии, что важно для круглосуточной работы. Это экономический и экологический вариант. Работая в режиме сервера, без подключенной периферии он может автоматически проработать неделю от пауэрбанка или 80 дней от гелевого аккумулятора 100 Ач до полной его разрядки. Следующее – это компактность. Устройство имеет небольшой размер, что позволяет разместить его практически где угодно. Также это образовательная ценность. Проект помогает изучить, как работают веб-серверы, настройку и администрирование Linux систем, основы использования сети Tor. Немаловажна гибкость и простота в настройке. Благодаря простым инструментам для установки и настройки Raspberry Pi позволяет легко развернуть сервер для образовательных или технических целей. Ну и конечно же это эксперименты и технологии. Проект на Raspberry Pi позволяет тестировать навыки настройки сервера, изучать сетевые протоколы, развивать понимание работы распределенных сетей и многое другое. Теперь давайте поговорим о преимуществах размещения сайта для образовательных нужд в Даркнете. Почему именно Onion? Ведь возможно разместить и тестировать сайт на стороннем хостинге или использовать выделенный сервер. Технически это возможно, но нужно понимать, что на хостинге вместе с IP вашего сайта находятся еще сайты, которые вы можете тоже случайно протестировать и есть вероятность, что вы им навредите. Выделенный сервер также будет находиться не на ваших мощностях со всеми вытекающими. С Onion сайтом таких вопросов не возникает. Возможно ли поднять сервер в Клиарнете на своем ПК дома? Вполне возможно, но тут пользователь столкнется с рядом проблем, таких как динамический IP, блокировка портов, нарушение правил использования и многое другое, чего у вас не возникнет с Onion сайтом. Кто-то может сказать, есть же виртуальные машины, но виртуальные машины, кто бы что ни говорил, это не настоящий сайт. Во-первых, поведение виртуальной машины может отличаться от работы настоящего сервера, который будет обслуживать реальный трафик. Во-вторых, виртуальная машина не всегда может точно имитировать реальные атаки и угрозы, с которыми сайт столкнется в реальной сети. На реальном сервере могут проявиться уязвимости или проблемы, которые не появляются в изолированной виртуальной среде. Это включает в себя особенности сетевого трафика, поведение внешних систем, взаимодействие с другими сайтами или сервисами, что трудно воспроизвести на виртуальной машине. Таким образом, хотя виртуальная машина полезна для начального тестирования и разработки, финальная проверка и тестирование всегда должны производиться на реальном сервере, чтобы гарантировать надежность, безопасность и стабильную работу сайта. В общих чертах разобрались, давайте перейдем к реализации нашего проекта по созданию сайта в Даркнете. Для начала нужно установить операционную систему на Raspberry Pi. Я выберу для этих целей RaspberryOS как самую подходящую и оптимизированную для данного микрокомпьютера. Для этого переходим на официальный сайт Raspberry и переходим во вкладку Software. И здесь мы видим версии установщика для разных ОС. Скачиваем необходимую, запускаем и устанавливаем. После установки запускаем Raspberry Pi Major для записи образа. Сам процесс записи образа очень простой. Вы выбираете версию вашего Pi, далее выбираете версию ОС, я выбираю рекомендованную, и выбираете диск, который будете использовать. SD-карта или диск должны быть не менее 16 гигабайт. Нажимаете «Далее», ничего не меняете и нажимаете «Продолжить», после чего начинается процесс записи образа на карту. И все, что потом будет нужно, это вставить SD-карту в Raspberry Pi, подключить монитор, сетевой кабель или Wi-Fi, подключить питание и пройти интуитивно понятную пошаговую установку системы. После установки открываем терминал и обновляем все пакеты. Дожидаемся обновления. С самого начала вы можете настроить параметры, если это необходимо. Вводите следующую команду. И попадаете в меню, где вы можете изменить пароль пользователя, настроить локализацию, время и клавиатуру. Включить SSH и другие необходимые службы. Следующим шагом будет установка веб-сервера на наш Raspberry Pi. Для сервера я выберу Apache и ввожу команду установки. После установки запускаем службу Apache. И настраиваем службу Apache на автоматический запуск при загрузке системы. Теперь проверим статус. Как видим, Apache активен, можем продолжать. Также сразу стоит проверить, работает ли сервер. Сделать это мы можем, открыв браузер и введя Localhost или IP Raspberry Pi. Вы должны увидеть страницу Apache, так называемую заглушку. Далее я покажу, как установить PHP. Если вы в дальнейшем захотите развернуть сайт на какой-то CMS или фреймворке, то это точно понадобится. Устанавливается PHP следующей командой. Запускаем и дожидаемся установки. После установки необходимо перезапустить Apache. Следующий шаг также важен, как и предыдущий. Это установка SQL, если сайт использует базу данных. Я установлю MariaDB, который является форком MySQL. Следующая команда запускает встроенный скрипт, предназначенный для повышения безопасности установки MariaDB или MySQL. Далее скрипт будет задавать вопросы. Если вы только что установили MariaDB и говорит, что пароль еще не установлен. Нажмите Enter. Далее предложит установить пароль root или использовать UnixSocket. Я переключусь на аутентификацию UnixSocket. Далее предложит удалить анонимных пользователей, так как они установлены по умолчанию. Ввожу Y, чтобы удалить. Следующий вопрос. Хотим ли мы ограничить root доступ локальной машиной? Также нажимаю Y. Это гарантирует, что никто не сможет подобрать пароль root из сети. Здесь у нас спрашивают, необходимо ли удалить тестовую базу данных, которая установлена по умолчанию. Нажимаю Y и удаляю. И, наконец, нам предлагают сохранить изменения. Нажимаем Y и завершаем настройку. Теперь пришло время установить Tor. Устанавливаем Tor через apt. Вводим команду и дожидаемся установки. Сразу после установки запускаем Tor. И активируем запуск Tor при загрузке системы. Также сразу проверим его статус. Как видим, Tor активен, можем продолжать. И следующим шагом будет настройка Tor для Onion сайта. Для этого нужно открыть файл конфигурации Tor по следующему пути. И добавить в конец файла следующие строки. Первая строка указывает папку, где Tor будет хранить информацию о скрытом сервисе. А вторая настраивает переадресацию запросов, поступающих на Onion Domain к локальному серверу. После добавления сохраняем файл и закрываем. Так как мы установили порт 80, проверим слушает ли Apache на этом порту. И здесь тоже все отлично. После этого перезапускаем Tor. И теперь мы можем получить Onion адрес нашего сайта. Делается это следующей командой. Появился наш адрес. Мы можем его скопировать и сохранить себе, например, файл. Далее я покажу базовую настройку безопасности. На самом деле это очень обширная тема для отдельного видео. Итак, первым делом ограничиваем доступ к Raspberry Pi. Используем UFV для настройки Брентмауэра. Это пакет Uncomplicated Firewall. Упрощенный интерфейс для настройки межсетевого экрана на основе IP-Tables. Далее вы сможете разрешать или запрещать доступ к определенным портам. Вводим команду и дожидаемся установки. Далее вводим следующую команду. Это предустановленный профиль в UFV, который автоматически разрешает трафик через порт, используемый службой SSH. Это нужно, если вы подключаетесь к серверу удаленно через SSH. Далее активируем запуск при старте системы. Также ограничим доступ к Honeon-директории следующей командой. Теперь пришло время протестировать работоспособность нашего сайта. Для чистоты эксперимента я открываю Tor на машине с Windows, подключенной к другой сети. Хотя это не так важно. Пока Tor подключается введем адрес. Tor загрузился и теперь переходим по адресу нашего сайта. Дожидаемся загрузки и, как видим, мы подключились к нашему серверу и наблюдаем всю ту же заглушку, которую вы видели на нашем сайте локально. Но что же нам с этим всем делать? Мы можем перейти в следующую директорию и разместить файлы своего сайта. У меня здесь всего один файл с заглушкой. Показывать вам, как установить, например, WordPress, подключить базу и выбрать тему я не стану. Поберегу ваше время. Вместо этого я перейду в директорию в терминале. Открою файл. Ставлю код стандартной странички. А код заглушки просто закомментирую. Далее сохраняю и закрываю. И теперь, если мы обновим страницу нашего сайта, мы уже увидим внесенные изменения. Далее уже можете разрабатывать сайт с функционалом, который вам необходим. Мы разобрались, как создать свой собственный Onion сайт на Raspberry Pi. Это отличный пример того, как технологии, окутанные мифами, могут служить не только для сомнительных целей, но и для изучения кибербезопасности, защиты приватности и свободы в сети. Если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные и увлекательные проекты. На этом у меня все. Увидимся!